В этом видео мы поговорим про вещь, которую используем в смартфонах каждый день, однако не особо ее замечаем. Тем не менее, это, пожалуй, самое главное приложение, которое в принципе есть на наших смартфонах — это клавиатура. И как вы поняли уже из названия видео, говорить мы будем про Android клавиатуру, а если быть точнее, про Gboard или в простонародье Google клавиатуру. Почему клавиатура, как я уже сказал, это, пожалуй, одно из самых главных приложений, которые только есть на нашем смартфоне? Посудите сами, когда мы только настраиваем новый телефон и заходим в тот же Play Market либо App Store, мы используем клавиатуру, чтобы найти другие приложения, когда мы заходим в строку браузера и хотим что-то найти, мы используем клавиатуру, когда мы печатаем сообщения в мессенджере, мы используем клавиатуру. Клавиатура в принципе используется везде, поэтому клавиатура должна быть не просто красивой, а удобной и функциональной, потому что с помощью нее мы решаем практически все вопросы на наших смартфонах. И идея этого видео ко мне пришла в тот момент, когда я ехал в общественном транспорте и наблюдал за людьми, как же они используют свои смартфоны. И как вы понимаете, те у кого айфон, те используют стандартную клавиатуру и это на самом деле правильно, в конце я объясню почему. Но вот у владельцев Android смартфонов с клавиатурами дела обстоят немножко по-другому, потому что каждый производитель пытается впихнуть либо свою клавиатуру, либо ту, за которую им заплатили, как за рекламу. И люди, которые не особо интересуются технологиями, пользуются тем, что им дают из коробки. И сейчас мы поговорим про лучшие функции Google клавиатуры, из-за которых, я надеюсь, люди, которые не используют Google клавиатуру, на нее перейдут, но даже если вы уже пользуетесь Google клавиатурой, то оставайтесь, потому что здесь будут некоторые фишки, которые, я уверен, большинство не знает. Давайте начинать. Итак, первое, с чего мы начнем, это одна из основных вещей, это дополнительные функции Google клавиатуры. Сейчас поймете, о чем я говорю. Для того, чтобы перейти к дополнительным функциям Google клавиатуры, нужно нажать на стрелочку в верхнем левом углу, и нам открываются четыре дополнительных функции, но если мы нажмем на три точки, то нам откроется еще больший список этих дополнительных функций. Начнем с первой функции, это управление текстом. Вот эта функция, я перехожу сюда, что здесь можно делать? Во-первых, можно выбирать текст, копировать его, вырезать и вставлять. И я хочу выбрать текст от этого места до самого конца. Я перехожу вот к функции управления текста, нажимаю «Выбрать», теперь я буду выбирать текст, и нажимаю на клавишу «Переход в конец текста». Нажимаю сюда, и вот я выбираю весь текст от того места до конца. Теперь нажимаю на клавишу «Копировать», переходим в новую заметку, нажимаем сюда, «Функцию управления текстом», и я вставляю этот текст, это нереально удобно. Следующая дополнительная функция — это встроенный Google переводчик. Нажимаем на стрелочку, активируем Google переводчик, и как это работает. Как вы видите, у нас есть два списка. Первый — это язык, на котором мы будем вводить текст, по умолчанию язык определяется автоматически, но мы можем выбрать его из списка. А второй список — это то, на какой язык нужно будет переводить. Как видите, здесь есть не только английский, но вообще все языки, которые есть в Google переводчики, и это очень круто. А теперь смотрите, как это работает. Мы вводим текст, например, пишу необычное слово непосредственно, и он в реальном времени вводит это слово уже с переводом. Все хорошо. Я думаю, что это продлится еще очень долго. И как видите, все ввелось уже с переводом. То есть тебе не нужно бегать из переводчика обратно в текстовый редактор, либо наоборот. И поэтому, если вы ведете переписку на иностранном языке, то Google клавиатура — это именно то, что вам нужно. Следующая функция — это буфер обмена. Если вы по какой-то причине не знаете, что это такое, то это когда мы копируем текст, он сохраняется в определенном месте, и потом мы можем его оттуда достать и быстро вставить. И у нас сохраняется не только один текст, а их может сохраняться очень-очень много. Опять же нажимаем на стрелочку, вот у меня третья иконка — буфер обмена. Как видите, здесь у меня показаны недавние фразы, которые я копировал, а также какие-то закрепленные фразы, которые я уже использовал заранее и закрепил в данном меню. Давайте для примера скопируем фразу, которую мы только что ввели с помощью переводчика, выберем ее, нажимаем «Копировать», переходим в буфер обмена, как видите, она попадает в статью «Недавняя». И для того, чтобы мне ее вставить, я просто на нее нажимаю и она вставляется. Соответственно, если вы часто используете какие-то шаблонные фразы, если вам нужно вставить какие-то часто используемые реквизиты, то сохраняйте их в буфер обмена, например, как закрепленный, и потом не тратите время, чтобы где-то их находить в текстовых документах, копировать, вставлять. Следующая дополнительная функция — это поиск GIF-изображений. Если вы не в курсе, то у Google есть свой сервис по GIF-картинкам, они его там купили за много миллионов долларов и теперь интегрировали его в Google Кавиатуру. Соответственно, переходим в раздел GIF-изображений, поиск по GIF-изображениям, вводим слона, поиск, и вот у нас сразу появляются GIF-ки, часто используемые и популярные со слонами. Здесь можем что-то выбрать и сразу же отправить в мессенджере, и это будет прекрасно работать. Переходим к следующей функции — это умные подсказки. Казалось бы, ну, подсказки слов и слов, что здесь необычно, это есть везде. Но в Google Кавиатуре это реализовано каким-то невероятным магическим образом, что он так подбирает твои слова, который ты реально используешь в своей речи. К сожалению, я сейчас не могу показать на конкретном примере, потому что сейчас мой основной смартфон — это iPhone 11, но когда я использовал Android-смартфон на постоянной основе, это было просто блаженство. Я практически ничего не вводил к клавиатуре, я просто нажимал на эти подсказки, особенно когда ты часто отвечаешь на комментарии, либо в почте по рабочей переписке, то там это работало просто феноменально. Но есть еще одна очень крутая функция в умных подсказках, а именно — это взаимодействие с контактами. Например, я хочу ввести свою почту. Я начинаю ввивать Jeff… Вот, у меня вылезают сразу две почты — это моя основная Jeffersoins и рабочая Jeffersoins USA. Это все берется, как я уже сказал, из контактов. То есть у вас есть контакты, вы можете ввести туда какие-то дополнительные данные, как email, адреса и другую информацию. А также благодаря данной функции Google Кавиатура умеет правильно предлагать имена. Вот сейчас у меня голый Android-смартфон, я его никак не использую. Настроил буквально вчера. При этом, давайте я начну вводить ОХОТС, и у меня высвечивается ОХОТСКИЙ — это мой контакт, мой друг. А также подсказки можно не только использовать, их также можно и удалять. Предположим, Google Кавиатура запомнила какие-то слова, которые мы использовали с ошибкой. Ну, в общем, бывают такие всякие казусы. Поэтому мы можем вбить что-то, и вот нам вылезает подсказка «плата», мы ее зажимаем и можем удалить. Все, больше данное слово мне предлагаться не будет. Ну, конкретно «плата» будет, но если бы там было какое-то странное слово, например, с опечаткой, то оно бы точно больше не предлагалось. Следующее, о чем нужно поговорить, это, конечно же, свайпы. И не просто тексты, сейчас это есть практически в каждой клавиатуре, кроме iPhone на русском языке, но, надеюсь, скоро это появится с iOS 14. Но в Google клавиатуре это уже есть очень-очень давно. Опять же, просто вводим так. Пальцем «Привет, как дела? У меня все хорошо». Но, что еще можно делать с помощью свайпов, это перемещение курсора. Для этого нужно перемещать палец по пробелу, для этого я сейчас нажимаю вот так по пробелу и могу быстро вводить курсором по горизонтали. Соответственно, если мне нужно быстро куда-то переместиться в предложении, то я могу так быстро переместить курсором. Но также благодаря свайпам я могу не только быстро вводить слова либо регулировать курсор, но также могу их быстро и удалять. Для этого я нажимаю на бэкспейс и плавно провожу пальцем влево. Нажимаю, провожу и вот я могу выделять слова, причем видите, они выделяются именно то, какие слова будут удалены. Удаляю данные слова. И, как видите, если, например, я совершил ошибку, то я могу откатить данное действие, удаленное предложение у меня появляется в подсказках, я сюда нажимаю и оно восстанавливается. И еще один свайп в Google клавиатуре, можно зажать палец на иконке с символами, провести палец до того символа, который мы хотели бы ввести, отпустить его, ведется сам символом, но при этом клавиатура автоматически вернется к буквам. И еще одна очень прикольная фишка — можно менять размер букв в словах, даже если вы уже напечатали данное слово. Для этого мы выбираем слово, например, я хочу, чтобы буква «Х» у меня начиналась как большая заглавная, мне нужно нажать один раз на Shift, все, у меня буква «Х» теперь большая, а теперь я хочу, чтобы все буквы были большие. Я еще раз нажимаю на Shift и теперь слово «Хорошо» у меня состоит из полностью заглавных букв. Следующая фишка — это гибкие настройки, обычно про это я рассказываю вам в конце, но тут это очень важный пункт, потому что, как я уже сказал, клавиатура должна быть персонализированной и удобной, настроенная чисто под тебя. Заходим в «Настройки» — три точки, «Настройки» и что здесь можно менять? Можно выставлять ряд цифр, чтобы он показывался всегда, например, сейчас он у меня показывается всегда, но по умолчанию он отключен, отключаем его, как видите, цифр теперь нет. Также можно регулировать высоту клавиатуру, сейчас она у меня выставлена по-нормальному, но можно ее сделать очень низкой, переходим обратно, как видите, она теперь очень маленькая, давайте теперь ее сделаем большой, очень высокой, переходим обратно, теперь она на полэкрана. Также можно регулировать, будет ли звук при нажатии клавиш, либо же виброотлики, я настоятельно рекомендую ставить виброотлик, потому что ты печатаешь, как будто бы на печатной машинке, к сожалению, на айфоне такого нет, мне это очень не хватает. Также можно вызвать быстрый ввод символов, просто на нажатие буквы, по умолчанию это выключено, как это выглядит, то есть у нас на буквах, как видите, ничего нет под ними. Но если мы активируем данную функцию, то видим, что у нас появляются всевозможные символы под буквами, например, нужно быстро ввести круглые скобки, зажимаем L, зажимаем D, вот у нас круглые скобки и знак вопроса, это мягкий знак, знак равно буква К и, соответственно, собака буква F. Это очень облегчает жизнь, потому что тебе не нужно бегать по этим разделам, искать эти значки, со временем ты привыкаешь к что где находится и так быстрее начинаешь вводить текст. Следующая очень крутая функция, если вы используете смайлики, это поиск по смайликам, по ключевым словам, и вы бы знали, как мне этого не хватает на айфоне. Да, там есть предложение смайликов, если ты будешь какое-то слово, но конкретного поиска там нет, и это такая боль, когда ты пролистываешь эти смайлики в поиске нужного, очень сильно не хватает. В Google же клавиатуре реализовано все просто прекрасно, переходим к смайликам и делаем поиск. Например, я хочу ввести собака, и вот у меня появляются все виды собак. Либо давайте введем растение, вот у нас множество вид растений, либо любовь, и очень много смайликов с любовью. В общем, это очень крутая функция, пожалуйста, сделайте ее на айфоне, но очень не хватает, а в Google клавиатуре это реализовано максимально круто. А также, помимо обычных смайликов, в Google клавиатуре есть еще и классические, а также японские, и если вы хотите как-то разнообразить общение, то здесь это можно сделать всевозможными способами. И следующая крутая фишка — это темы, то есть полноценная персонализация. Переходим в «Настройки», «Темы», и здесь можно выставлять не только какой-то цвет, пейзаж, разные градиенты, но также и свои фотографии. Давайте выберем, например, вот эту фотографию. Мы можем отрегулировать, какую именно часть показывать. Давайте, например, вот эту далее. Можем отрегулировать сразу яркость данной фотографии, допустим, светлая, либо более темная. Давайте оставим ее на таком уровне. Также можно отрегулировать, будет ли контур клавиш, либо нет. В данном случае, мне кажется, без контура выглядит лучше. Применить. Переходим в Google Keep. Как видите, у меня появляется фотография на клавиатуре. Ну, в данном случае, она, конечно, выглядит неплохо, я могу сказать. Но если вы хотите выжать максимум из своей клавиатуры, чтобы она еще энергии потребляла мало, то, опять же, для этого переходим в «Настройки», «Тема», и если у вас установлен OLED-экран на вашем смартфоне, то переходим в «Цвета», «Показать больше», и вот последняя тема, одна из «Черным цветом». Выставляем ее, и у нас будет просто темный цвет на половину экрана, и, соответственно, она не будет потреблять энергию от слова «совсем». Следующая особенность Google клавиатуры — это «Языки». Опять же, казалось бы, ну, у всех, скорее всего, русский, английский, возможно, какой-то третий язык, если вы его изучаете. Но, что мне очень сильно нравится в Google клавиатуре, они добавляют не просто какие-то мировые языки, но они также добавляют языки малых народов, такие языки, которые используются очень малым количеством людей, тем не менее, она им также нужна, эта клавиатура. Например, если мы говорим про российские народы, какие здесь клавиатуры? Это «Адыгейский», «Чеченский», «Чувашский», «Ингушский», «Карельский», «Осетинский», «Якутский», «Коми» язык, я, кстати, из республики Коми, родом. Давайте используем данную клавиатуру. Готово. Посмотрим, что изменилось. Она у нас третьего списка. Итак, меняем клавиатуру на Коми. Вот она у нас выставлена. Смотрите, здесь добавляется буква «О» с двумя точками, вроде как… что-то типа такого произносится. Либо буква «И» с точкой, как на английском языке. И, соответственно, если вы представитель малых народов и общаетесь на своем родном языке, то здесь есть подобные языки. Это нереально круто. А также недалеко, хотя от языков, есть еще и всевозможные раскладки. Давайте, например, переходим в английский США. Как видите, у нас есть QWERTY, у нас есть рукописный вот, есть QWERTY, есть AZERTY, есть DWOROK, есть QUALIMAK, есть PC, на Аспука Морзе. В общем, всевозможные методы. Если вам это по какой-то причине нужно, то оно здесь тоже есть в Google клавиатуре. И последняя фишка Google клавиатуры, которая, к сожалению, еще не доступна на русском языке, но когда-нибудь, я надеюсь, это появится, это непрерывный, мгновенный голосовой ввод на английском языке. Как это работает? Google сумела сажать вот этот вот языковой пакет, который состоит из нескольких гигабайт, которые мы обычно берем из интернета, до всего лишь 85 мегабайт на английском языке. Он закачивается на телефон, а, соответственно, телефон не обращается к интернету, оттуда берет голосовой ввод и возвращает его обратно на телефон. Это все происходит сразу на телефоне. Переходим на английский язык. Вот у нас есть значок клавиатуры. Нажимаем сюда и давайте посмотрим, с какой скоростью это все будет работать. Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут will begin requiring certain out-of-state residents entering their states to quarantine for two weeks upon arrival. Опять же ждем, что это когда-нибудь появится на русском языке. Подводя итоги, что можно сказать? Если вы еще не пользуетесь Google клавиатурой, то бегите в Play Market, ссылочки на приложение оставлю в описании, качайте, пользуйтесь, настраивайте под себя и печатайте текст с удовольствием быстро и функционально. По поводу того, как я сказал в начале, почему на iPhone стандартная клавиатура все-таки это правильно, а не Google клавиатура. Она на секундочку тоже доступна на iPhone. К сожалению, из-за ограничений iOS, я уверен, скорее всего из-за этого, Google клавиатура не реализована в полной степени, так как она реализована на Android. Поэтому там есть крутые фишки, например, тот же виброотклик на нажатие в стандартной клавиатуре, а на iPhone такого нет. Но в некоторых моментах она неудобная, ну, в общем, это не та Google клавиатура, что на Android. Поэтому на iPhone я все-таки рекомендую использовать стандартную клавиатуру, лучше нее я ничего не нашел. Все, увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока!